Магнитогорский металлургический комбинат отметил свой 86-й день рождения. По традиции, к этому дню была приурочена сдача нескольких производственных объектов. И первые два из них находятся в коксохимическом производстве. Это грейферный кран-углеперегружатель в углеподготовительном цехе и установка ректификации нафталина в цехе улавливания и переработки химических продуктов. На торжественном пуске объектов побывала и наша съемочная группа с подробностями мой коллега Андрей Рыжков. Высота крана 30 метров с 10-ти этажку, длина пролета полтора футбольных поля 156 метров. Весит он более 1000 тонн, а его грузоподъемность 32 тонны, половина железнодорожного вагона. Производительность крана 700 тонн перегружаемого угля в час. Современные системы управления позволяют обеспечить максимальную безопасность персонала. Там все сейчас нормально в плане зимой тепло, летом прохладно, климат контроль, то есть там все устроено. Производительность у него на 200 тонн в час превышает на старые краны. Это позволит нам улучшить пропускную способность угольного склада. В углеподготовительном цехе 6 кранов углеперегружателей. На смену старым, верой и правдой, отслужившим почти полвека, приходят новые. Четырем из них даже дали имена Виктор, Владимир, Петр и Дмитрий. Имя пятому подбирают. Как и его братьев, на ноги, пока безымянного, ставили специалисты ОАО «Прокатмонтаж». Опыт помог, сделали это быстро, менее чем за полгода. Поздравляю вас! Открытие нового объекта! Исполняющий обязанности генерального директора по ОММК Сергей Ушаков в углеподготовительном цехе перерезал красную ленту, а в цехе улавливания и переработки химических продуктов нажал на красную кнопку. Таким образом, вместе с начальником цеха Александром Студжей и представителями подрядчика, им была остановлена действующая установка получения нафталина. А затем... Пуск новой технологии! Запускаем! Ну, с Богом! Давай! Ну что, с чистым воздухом у вас! Спасибо, Сергей Николаевич! И нас тоже! Спасибо! Снова объекта передаем дитя вам! Да! Как сделать и сам нафталин, и процесс его получения чище, в цехе задумались в 2012 году, а спустя три года был заключен контракт с ООО «Завкоминжиниринг». С июня 2016 года его спецы и монтировали без преувеличения революционную установку ректификации. Она позволит увеличить выпуск товарного нафталина в два раза. Магнитогорский металлургический комбинат сможет производить полный его ассортимент как в жидком, так и в твердом виде с концентрацией не менее 97,5%. При этом выбросы в атмосферу будут полностью исключены. Новая технология сразу. 13,5 тысяч тонн нафталина – это экономика. Отсутствие выбросов – это экология. Улучшение условий труда. Я уже проговаривал то, что мы находимся в рабочей площадке, шума нет, шума нет, невыделение температуры, все заизолировано. Надо отметить то, что этой технологии в России еще нет. Мы первые. Я считаю, самый важный на сегодняшний день объект, который мы открыли – это ретификация нафталина. Почему? Во-первых, это экология. Ну, сами подумайте, цифры, да, выбрасывали мы 2 тонны в год паров нафталина, а теперь у нас в этом выбросов будет ноль. При этом мы удваиваем выпуск товарной продукции нафталина, а, между прочим, так сказать, на рынке стоимость нафталина на уровне 30 тысяч рублей, и маржинальный доход мы там зарабатываем на уровне 12-13 тысяч. Поэтому, вот сами представьте, мы продавали 8 тысяч, сейчас будем продавать на уровне 15-16. Поэтому это тоже экономический, экологический эффект вкупе. Поэтому я считаю, это самый важный объект, и мне очень приятно, что именно Коксахим, как, в принципе, комплекс, который запустился раньше самого комбината, продолжает обновляться, развиваться. Второй объект, конечно, это вагон-перегружатель. И, на самом деле, это дает нам не только, и не столько, наверное, вот то, что обновление оборудования, да, но еще дает нам улучшение в качестве Кокса, а это, соответственно, дальнейшее наше снижение себестоимости на дальнейших переделах. Потому что за счет вот этой вариативности склада мы можем теперь более качественно готовить угольную шехту и, естественно, делать более качественный Кокс и снижать его расход в доменных печах. Ну, а отсюда, естественно, и себестоимость нашей стали, а дальше уже и конкурентоспособность. А на участке номер два цеха подготовки огла-шехты горно-обогатительного производства состоялось поистине историческое событие. Здесь был пущен в эксплуатацию новый вагоно-опрокидыватель, который рассчитан прежде всего на прямую подачу сырья по конвейеру на строящуюся оглофабрику номер пять. Исполняющий обязанности генерального директора комбината Сергея Ушаков охарактеризовал это событие так. Мы начинаем делать индустриализацию в картофельном поле. Подробности далее. До торжественного момента пуска есть немного времени, и представители китайской компании «Синостил» старательно по слогам учат сложное русское слово «вагоно-опрокидыватель». Получается хорошо, все довольны. А китайским партнерам придется выучить еще немало русских слов. Ведь «Синостил» не просто поставщик двух конвейеров данного комплекса вагоно-опрокидывателя, но и поставщик оборудования для всей строящейся оглофабрики номер пять, аналогов которой, в частности, по экологичности производства нет нигде в России. А вагоно-опрокидыватель – первый пусковой объект грандиозной стройки. В состав данного комплекса входит непосредственно сам вагоно-опрокид, роторный, стационарный, типоразмер ВРС-93, грузоподъемных 93 тонны, контовка позволяет делать прием сырья 20 вагонов в час, ну и обеспечивать будет данным железнодородным сырьем нового оглофабрика в объеме 11 600 по суткам. И вот, наконец, исторический момент. Разом дыхание затаили несколько десятков человек, среди которых представители дирекции ММК, генерального подрядчика компании «Стройкомплекс», управление горнообогатительного производства, управление капитального строительства и другие. Прямая подача сырья на пятую оглофабрику позволит исключить из производственного цикла погрузку экскаватором в железнодорожный транспорт, перевозку и разгрузку, и таким образом значительно повысит объем принимаемого материала. Вагонопрокидыватель обеспечит поступление большей части требуемого объема оглашехты, даст горнякам дополнительные разгрузочные мощности и возможность маневрирования при обеспечении сырьем. Мне очень приятно, что мы наконец-то в этом картофельном поле начинаем делать индустриализацию, потому что очень долго про оглофабрику говорили наши люди, начиная с 1976 года первый проект оглофабрики был. И вот сейчас, вот благодаря последним результатам нашей работы, мы можем позволить себе строить эту фабрику. И вот этот первый объект, он на самом деле очень важен даже стратегически, потому что мы сейчас снижаем зависимость от структуры привоза сырья. То есть с его запуском по 480 вагонов в сутки кантовать сырья мы можем с любого направления. Раньше у нас были ограничения, мы могли там брать с Курской магнитной аномалии, не могли принимать из Казахстана. А сейчас, или брали с Казахстана, но не принимать с Курской магнитной аномалии. Это возникала логистическая проблема. И вот сейчас мы ее решаем, поэтому мы нивелируем потоки, а это тоже ведет к улучшению шехты, повышению содержания железа в вагло-шехте и, естественно, снижению наших затрат, потому что это, опять же, экономика на затратах на тонны чугуна. Новый комплекс вагонопрокидывателя отвечает всем современным требованиям безопасности. Он автоматизирован по последнему слову техники, оборудован системой видеонаблюдения. Здесь предусмотрена установка системы пылеподавления с мелкодисперсным распылением, а также системы аспирации. Я хотел бы поздравить весь коллектив Мактагорского комбината и группы компаний с днем рождения комбината. У нас группа компаний в этом году приросла еще на один объект. Это Лысвинский металлургический завод. Компания динамично развивается, растет как в объемах, так и в географии. Поэтому мне очень приятно, что сегодня мы на основной площадке в преддверии дня рождения открыли три объекта, которые действительно могут работать как показатель нашего развития. Продолжаем программу. В преддверии дня металлурга несколько лучших работников Магнитогорского металлургического комбината получили государственные награды. Так, Павла Юрьевича Чернова и его коллеги по кислородно-конвертерному цеху отныне будут величать заслуженным мастером. Ведь он получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. О государственной награде он узнал совершенно случайно из газеты. Тем приятнее был сюрприз. С Павлом Черновым познакомилась моя коллега Елена Тимофеева. Когда 30 с лишним лет назад Павел Чернов выбирал профессии, он руководствовался престижем, а также величиной будущего заработка. Поэтому, не раздумывая, в институте пошел на то отделение, где готовят столеваров. С дипломом инженера металлурга пришел в мартеновский цех. Когда был мартен, когда, скажем, первую неделю отработал, неужели думал, так всю жизнь придется работать. Производство тяжелое было тогда. Ну, это было, скажем, 80-й год, 85-й год. Здесь, конечно, в этом цеху намного почище, получше. Физической работы намного меньше. Пять лет работы в одном из самых горячих цехов комбината закалили Павла Юрьевича. С рождением кислородно-конвертерного производства в 90-м году он перешел сюда. И почти сразу стал мастером. Сегодня на контроле Павла Чернова пять из шести машин непрерывного литья заготовок. Как слизок порезать и заводить. Терпимый сляв получить для проката. Для качества проката. Увлечен требования все выше и выше. На мониторах в кабинете мастера схематически отражен весь процесс производства слябовых заготовок. Камеры наружного наблюдения показывают все происходящее в цехе. Тем не менее, Павла Юрьевича чаще можно встретить вблизи машин непрерывного литья заготовок, нежели найти его в кабинете. Первая, четвертая машина. Это выпуск у них. Еще 90-й год они построились. Собираемся модернизировать, реконструировать, кое-что сделали. Кое-что собираемся. Сейчас над этим работаем. Простой контроль за производством Павлу Юрьевичу скушен. Ему нравится также труд интеллектуальный. Неспроста Павел Чернов официально один из лучших рационализаторов ММК. За годы работы в ККЦ более ста его распредложений внедрено и еще больше находится в разработке. Под его началом начинаю не только я, но и многие наши коллеги, которые работают и в нашем цеху, и уже разошлись по всему комбинату, воспитали не одно поколение достойных специалистов. Заработав горячий стаж, Павел Юрьевич на пенсию, тем не менее, не собирается. Его рабочий день начинается в 6 утра с совещаний, а заканчивается намного позже, нормированных в 16.00. Поэтому отдельно от большого производства мастер Павел Чернов себя сегодня уже не представляет. Герой нашего следующего сюжета – старший вальцовщик на горячей прокатке сортового цеха ММК Сергей Ватрушкин. Он получил медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. На комбинате Сергей Ватрушкин с 1991 года. И когда только пришел, его сразу предупредили. Чтобы стать настоящим профессиональным вальцовщиком, потребуется 10 лет. Но Сергею Игоревичу хватило 6, чтобы стать не просто вальцовщиком, а старшим вальцовщиком. С Сергеем Ватрушкиным познакомилась наша съемочная группа. Про таких, как Сергей Ватрушкин, говорят – профессионал экстра-класса. Доказательство тому факт, что Сергей Игоревич овладел премудростью вальцовщика не за стандартные 10 лет, как предрекают всем новичкам бывалые вальцовщики, а гораздо быстрее. Всего за 6 лет из неопытного теоретика, окончившего 13-й лицей, он стал старшим вальцовщиком стана горячей прокатки. Желание было, коротко объясняет такой успех Сергей Игоревич. О своей работе много говорить не любит. Предпочитает слову – дело. Рабочее место Сергея Ватрушкина – весь стан 170 от начала и до конца. Он знает его уже досконально. На счету Ватрушкина множество раз предложений по улучшению работы прокатного агрегата. Например, Сергей Игоревич усовершенствовал систему уравновешивания шпинделей на клетях стана 170, что в разы уменьшило износ шпиндельных головок и шеек волков. Правильную работу стана Сергей Ватрушкин умеет определять не только по приборам или визуально, но и на слух. Да, это вот вам кажется гудит и гудит, но на самом деле далеко не так. Я слышу, как заходит в каждую группу, как срабатывают ножи, какой все последовательности происходит. Это уже со временем привыкаешь. И уже оно как-то автоматически, если где-то что-то не так зазвучало, брякнуло, уже начинаешь суетиться, так скажем. Суетиться Сергей Ватрушкин употребил для красного словца. На самом деле к суете Сергей Игоревич отношения не имеет даже в самой сложной производственной ситуации. Возникающие проблемы он решает хладнокровно, грамотно, а разбирается в причинах по справедливости. Работать с ним комфортно. Так говорят о старшем вальцовщике, коллеге и начальство. Взаимопонимание на высшем уровне, вне зависимости от технологический персонал или руководящий персонал, всегда есть понимание целей и поставленных задач, и всегда достигается выполнение всего поставленного. И за Сергея Игоревича абсолютно стопроцентная радость и уважение ему. От души на Сергея Ватрушкина рыбалка, причем вне зависимости от сезона. Его соленая щука и вяленый карп ум отъешь, уверяют коллеги, и добавляют, вкуснее не найти. Вот доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. За что бы ни взялся Сергей Ватрушкин, он делает это на совесть. 35 лет на одной высоте. Крановщик 8-го листопрокатного цеха ММК Елена Белоусова также получила медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Каждая 12-часовая смена Елены проходит в постоянном движении на высоте в 10 метров. С Еленой Белоусовой познакомилась наша съемочная группа. Каждая смена Елены Белоусовой проходит на высоте 10 метров. Рычагами 12-метрового крана она в буквальном смысле слова жонглирует. Перевести холоднокатанный рулон или технологическую образь с места на место на этом участке по силам только хрупкой Елене Владиславовне и ее крану. Удивительно, но об этой работе наша героиня мечтала с детства. В 82-м году закончила школу и сразу решила пойти в крыльный крыльщики, в 101-е училище. У меня сестра работала крыльщиком, сходила к ней на работу, на медицинскую, посмотрела, понравилось. После училища Елена Владиславовна попала в 8-й листопрокатный цех. Рабочего места с тех пор не меняла. Сегодня Елена Белоусова управляет самым мощным краном. Какой километраж ее машина наматывает за день неизвестно, но вся 12-часовая смена нашей героини проходит в постоянном движении. Не вперед-назад, а то вправо, то влево. Постоянная занятость машинисту Белоусовой по душе. Тоннаж крана 72 тонны, технического паспорта экрана. Мы перевозим максимальный груз около 30 тонн. Главный подъем грузопорта удобно 50. Любовь к профессии крановщика оказалась генетически передающейся. 10 лет назад сюда же, в 8-й листопрокатный, работать на машине, перевозящей грузы, пришла младшая дочь Елены Владиславовны. Более чем достойный пример труженика Елена Белоусова демонстрирует не только ей, но и многим молодым рабочим. Количество ее благодарностей от руководства не числа. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством ни до кого из коллег не стала удивлением. Неоднократно Елена Владиславовна участвовала в конкурсах машиниста кранов. По нашему предприятию занимала первые места. Ну, в общем, только хорошее можно о ней сказать. Ну и заслуживает всех наград, какие только можно дать. Особое мастерство Елена Владиславовна показывает во время перевалки клетей. Здесь важно привести тяжелую деталь точно на место установки. Выполнять ювелирную для машиниста крана работу помогает отличный глазомер. А вот спускаться с любимой высоты Елена Белоусова лишний раз не любит. Говорит, из кабины крана вид куда более интересный. Надо любить свою работу. Тогда будет все хорошо. Главгосэкспертизы России рассмотрела проект реконструкции самой первой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината. Знаменитой «Магнитки». Планируется, что ремонтные работы будут начаты уже 11 февраля, а завершить их планируется за 136 суток. А в рамках реализации проекта будут модернизированы литейные дворы в доменной печи, что положительно скажется на экологической обстановке в районе литейных дворов и на улучшении труда металлургов. Динамичному развитию флагмана черной металлургии страны способствует регулярная модернизация производства, внедрение передовых технологий и перспективных инвестиционных проектов. Одним из значимых процессов для комбината стали обновления и перезапуск действующих на предприятии доменных печей. Доменная печь номер один является самой первой домной Магнитогорского металлургического комбината. Она была введена в эксплуатацию в 1932 году по проекту американской фирмы МАКИ, в связи с чем ей был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения – первая домна уникум Магнитогорского металлургического комбината. Однако в связи с тем, что за период своей эксплуатации печь неоднократно подвергалась капитальным ремонтам и реконструкции, она оказалась полностью обновленной. В ходе нынешней реконструкции основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака будет заменено на современное, с гидроприводом. Печь увеличит свой объем, так как в нижней ее части для лучшего охлаждения впервые на ММК будут установлены медные холодильники, более эффективные, чем существующие сейчас чугунные. Также будет изменена конфигурация и конструкция литейных дворов. Они станут закрытыми и внедрена система аспирации, запуск которой позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Печь станет полностью автоматизирована, что сделает труд занятых на ней металлургов более комфортным. Кроме того, в рамках проекта будут проведены реконструкция и дооборудование помещений, примыкающих к литейным дворам. Запланировано также и сооружение модульной компрессорной станции, подключение комплекса литейных дворов к существующим сетям и другие работы. Наша программа подошла к концу. Встретимся в следующий четверг в это же время. Смотрите ТВ ММК, будьте в курсе самых последних новостей с производственной площадки, а мы, журналисты телекомпании ТВИН, будем и впредь держать руку на пульсе городообразующего предприятия. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин